Ну что, отбелила кроссовки, отбелила подошву. Великолепный раствор для отбелоподошвы. Работает великолепно. Рассказала, как шнурую длинные шнурки. Сегодня буду стирать очередной раз белые кроссовки. Совсем грязные. Еще один способ постирать белые кроссовки. Отбелить белые кроссовки. Кстати, кроссовки у меня тканевые. Четко их елозить не очень хорошо, потому что здесь нейлоновое покрытие такое. И оно кучерявится от механических воздействий. Поэтому мне нужно отбелить и убрать вот эту грязь. Я стираю один кроссовок всегда, чтобы сравнить, какой был и какой стал. Вынимаю шнурки, наливаю таз горячей воды. Кстати, раньше, когда я носила такие кроссовки, даже летом, они очень сильно пахли. Ноги потели и запах был ужасный. Сейчас я ношу в кроссовках лавровый лист. Он хорошо убирает запах. И ноги я делаю с нашатырным спиртом. Нашатырный спирт, если всё время пользоваться, ноги перестают пахнуть. Вот от слова совсем. Вот совсем перестают пахнуть ноги. Вот сейчас можно нос засунуть в кроссовок, и он ничем не пахнет. Хотя раньше на метр к ним нельзя было бы подойти, потому что они намокли, грязные. Так что ванны с нашатырным спиртом зря вас всех пугают. Это отличный рецепт для удаления натоптышей пяток потреснутых. Ну и убирает запах. Именно ноги перестают пахнуть. Вот совсем. И ногти становятся здоровыми. Никаких грибков не появляется. Концентрат для стирки белья. И лимонная кислота. Я беру 80 грамм. Потому что здесь у меня 2 литра. Мне нужно будет отделить 2 кроссовка. Опускаю кроссовок. Всё это растворяю и опускаю. Вода градусов 40-45. Шнурки и кроссовки. И оставляю на замочку. Пусть отмачиваются. Пусть стирается. Я люблю белые кроссовки. У меня много способов, как стирать белые кроссовки. Это ещё один из способов, как постирать белые кроссовки. Я только опустила кроссовки. И уже ткань начинает вычищаться. Лимонная кислота очень хороший отбеливатель. Для хлопчатобумажных тканей вообще идеальный. Идеально отбеливает рубашки, белые халаты. Всё оставляю. Первую грязь снимаю. Полежал кроссовок. Всё у меня откисло. Чистые кроссовки. Все кантики чистые. Если где-то что-то грязное, я вот так рукой прохожусь просто. Потому что эта ткань не подразумевает щётку. Совершенно она начнёт тогда кучерявиться. Она как ткань здесь, как водолазный костюм. Связанная такая. Теперь стирку отправляю. Буду стирать по одной кроссовке. Сейчас время, когда уже отключили батареи. И если их не постирать в стиралке, они будут мокрые. И закисну. Всё. В стиралку с этим раствором. И стиралка почистится. И кроссовки постираются. Вот кроссовок я постирала. А теперь хочу немножко отбелить подошву. Вот здесь она у меня белая, а здесь пожелтела. И делаю свой любимый раз. Вот две таблетки гидроберина. В аптеке покупаю. Две таблетки. Две столовые ложки нашатырного спирта. Ох. Лешака налила. Всё это растворяю. И зубная паста. Вот у меня кулкейт. Здесь не важно, какая зубная паста. У меня столовая ложка зубной пасты. Для того, чтобы это был таким связующим элементом. Потому что если я нанесу просто на шатерный спирт, 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 пизь водорода, она будет скатываться. Этот раствор наношу на подошву. Вот полежал чуть-чуть. Проходю с щёточкой. Но уже видно, что отбелилась подошва. Это отличный раствор для именно отбелой подошвы. Но лучше брать именно таблетку гидроперида. Здесь происходит хорошая реакция. Когда берём перекись водорода жидкую, а она там очень сладенькая. И такого эффекта не будет. Вот так хорошо отбелились кроссовки в лимонной кислоте. Стали чистенькие. Вот такие были. И вот такие стали. Белая подошва. Чистая. И кроссовки. Отстирались мои ёшечки. Беленькие, чистенькие. У меня на этих кроссовках очень длинные шнурки. Просто очень. И когда завяжешь, они болтаются. Что я делаю? Вот я зашнуровала до конца. И потом сую сюда же. У меня получается такая петелечка. И делаю ровненько, чтобы красиво лежала. Вот. И с этой стороны завожу. Прямо сюда же. К дырочку. И тоже складываю, чтобы ровненько лежала. Вот. Теперь два этих хвостика, которые здесь у меня торчат. Подтягиваю. И завязываю в узелок. Завязала в узелок. Узелок этот прячу сюда под шнуровку. Под шнуровку. Вот у меня получились коротенькие шнурочки. Совсем коротенькие. Они великолепно завязываются на аккуратный бантик. Вот. Просто аккуратненький. Все. У меня красивый бантик. Все. У меня красивый бантик. И не мешает мне. Вот так я зашнуровываю длинные шнурки. И у меня есть еще видео, как я зашнуровываю такие длинные шнурки, когда попадаются толстые шнурки, когда попадаются, как я их шнурую. Я оставлю ссылку. Кроссовки отбелила. Всем пока. До новых видео. Ну что, отбелила кроссовки. Отбелила подошву. Великолепный раствор лимонной кислоты для отбела тканевых кроссовок. Великолепный раствор для отбела подошвы. Рассказала, как шнуруют длинные шнурки. Ну что, всем пока. До новых видео.